Всем доброе утро! В эфире новости. Этот день вместе с вами начинаю я, Антон Скалли. Сразу к выпуску. Объем железнодорожных перевозок зерна в Алтайском крае увеличился в марте в полтора раза. Продовольственные грузы доставляют в десятки регионов страны и за рубеж. За март в край погрузили более 150 тысяч тонн зерна. Кроме того, на Алтай за этот период погружено почти 75 тысяч тонн продуктов перемола, что также на 12 тысяч тонн больше. Большую часть продукции алтайских сельхозпредприятий отправляют в регионы России, включая Дальний Восток, Северные и Центральные территории страны, Калининградскую область. На экспорт зерно и продукты переработки перевозят в страны СНГ, Азии и Европы. Алтайские медики приняли участие во всемирном флешмобе «Мы работаем для вас». Через социальные сети они призвали людей оставаться дома и не выходить без надобности на улицу. В Инстаграм медики разместили фотографии, на которых они держат листы со словами, образующими фразу «Мы ради вас остались на работе, вы ради нас останьтесь дома». Снимки сделали врачи трех медицинских учреждений Алтайского края. Как изготовить защитную маску в домашних условиях смотрите в нашем следующем сюжете. Мы можем изготавливать вещи по индивидуальному заказу, также принимаем вещи в ремонт, а сейчас занимаемся пошивом масок. Для того, чтобы нам сделать простую маску, нам нужен прямоугольник длиной 22 см на 14 см с учетом припуска. Ткань лучше использовать хлопковую, можно использовать сатин или бязь. Мы будем делать маску двойную для лучшей фильтрации. Нижний слой нам нужно сделать немножко меньше 12 см на 19 см. Этот прямоугольник получился меньше, это будет внутренняя деталь. И ее мы будем притачивать вот таким образом. Здесь справа делаем закрепку. И здесь точно так же закрепка. Затем нам нужно приутюжить. Резинку лучше подбирать индивидуально. По размеру я взяла 21 см, прикладываем резинку, подворачиваем на один раз, потом еще на один раз, высвобождаем край, где будет проходить строчка, и подмашину. Так же ставится закрепка. Безиночки можно либо завязать на узелок, кому это удобно, но я предпочитаю все-таки ее стачать на машине швом. Затем мы этот страшный шов прячем внутрь кулиски, чтобы у нас все было так симпатично. Получилась такая простая маска, ее лучше подтянуть для того, чтобы высвободить резину, чтобы она приняла форму. Теперь мы защищены. На этом у меня пока все. Еще больше новостей ищите на нашем сайте katun24.ru, а также в наших группах в социальных сетях. Будьте здоровы, хорошего вам дня. А мы с вами увидимся уже в следующих выпусках новостей.